КБ «Компоновка» 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 Берем подвеску, раму, устанавливаем, смотрим, какую оборудованную мелочь поставить. После, например, оставляем систему охлаждения, микроклимат, эфреоновую систему. И потом располагаем электрическую часть. Анатолий Эдуардович хорошо разбирается в конъюнектории рынка, и что требуется потенциальным обладателям этого транспортного средства. И он формирует первоначальный облик, что он видит, что транспортное средство, например, должно вмещать порядка 25 человек. И обеспечивает следующие характеристики общие. На основании этих данных у нас начинается проработка этого вида транспортного средства. Например, если мы говорим о людях, которые должны помещаться в данном транспортном средстве, то мы исходим из нормативов, требуемых на каждого человека. Отсюда формируется некий габарит транспортного средства. После формирования габарита мы переходим к понятию, например, комфортности. Сколько человек хотелось бы, чтобы сидели в этом транспортном средстве, сколько стояли. Какую высоту потолка мы определяем. Это транспортное средство, которое отвечает минимальным характеристикам и требованиям норм каких-то. Либо мы хотим заложить повышенные. Все исходит из требований. Что значит эскиз? Грубо говоря, мы можем нарисовать эскиз от руки на бумаге. И по этим эскизам на бумаге мы можем приблизительно построить 3D-модель. Например, мы знаем размеры нашего контейнера. Мы знаем, какая у нас будет путевая структура на каком-то этапе. Мы понимаем, чтобы двигаться по путевой структуре, перевозя данный контейнер определенной массы, нам нужно выполнить необходимые требования технические. То есть, чтобы, например, наша подвеска определенным образом работала для безопасной перевозки транспортного средства, чтобы был какой-то грузовой модуль, который безопасно и надежно может перевозить этот контейнер. Это разместить необходимые на сегодняшний момент уже известные какие-то агрегаты, системы внутри этого транспортного средства, которые по сути сформируют его облик и внешний вид. Вначале делается 3D-модель, компоновка основных узлов, потом выпускается конструкторская документация каждого узла, сборочного узла. И, по сути, то, что мы видим в 3D-модели с небольшими, может быть, отклонениями, там 1-2%, по сути, мы увидим это в реале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!